приветствую вас дорогие друзья у нас сегодня эфир в рамках марафона точнее курса погода в доме это третий вебинар и я вас всех приветствую наташенька привет привет всех приветствую девчонки привет сегодня я решила провести этот третий вебинар в рамках курса погода в доме в своем личном блоге в инстаграме для того чтобы этот вебинар послушала как можно больше людей этот вебинар подарочные для всех тех кто проходил курс погода в доме и я решила что этот подарочный вебинар пусть он будет для всех рада всем тем кто присоединяется всех добрым вечером те кто меня видят слышат впервые меня зовут екатерина кужель я женский психолог я обожаю то чем занимаюсь и сегодня тема нашего эфира вот вы спрашиваете тему до тема эфира это как создать такую погоду в доме чтобы в этом доме было хорошо тепло и уютно вот такая вот необычная тема и девчонки с курса погода в доме мне накидали своих вопросов и сегодня я как раз буду отвечать на их вопросы мы сегодня поговорим про женскую гибкость в том числе что это такое быть гибкой и мудрой по-женски плюс поговорим о том как не перейти эту грань из гибкости в грань когда мы все разрешаем и все позволяем вот и сегодня мы поговорим о языках любви что это такое и как их использовать в жизни для того чтобы укреплять отношения девочки которые были у меня на курсе погода в доме дайте мне пожалуйста обратную связь о курсе как вам этот курс насколько он вам понравился насколько он был для вас эффективным и продуктивным и мы сейчас с вами начнем собственно сам вебинар настюшка привет настя тоже с курса погода в доме в общем всех приветствую девочки кто заходит на эфир кто с курса погода в доме пишите в комментариях как вам этот курс насколько он вам понравился насколько он был эффективным и продуктивным мне будет очень приятно ваша обратная связь ну а всем остальным тоже будет полезно узнать об этом курсе потому что этот курс может пройти любая женщина в любой момент курс сохранен в записи все аудио задания сохранены все эфиры сохранены сегодня третий эфир тоже он будет сохранен поэтому этот курс вы можете пройти в любой момент и он максимально доступны для любой женщины с любым уровнем подготовки просто вы берете и делаете внедряете в свою жизнь и получаете результат и так сегодня хотела бы подвести много таких выводов касательно курса и дать вам много осознаний которые вы сможете использовать в своей жизни прежде всего в своих отношениях очень важный момент касательно женской гибкости женская гибкость это про то как знаете огибать какие-то острые углы в отношениях как быть где-то принимающий где-то более мудрый терпимый потому что отношения это всегда про минимум двух людей которые имеют свое мировоззрение свое мышление свое какое-то видение которое было заложено в детстве но здесь важно понимать одну такую штуку что даже когда мы гибкие мы должны сохранять свою внутреннюю ценность и иметь свои какие-то стандарты иметь свои взгляды личные на жизнь и наша гибкость она не должна быть из разряда я наступаю себе на горло лишь бы тебе было хорошо да Настюшка спасибо тебе за комментарии Настюша пишет меняем себя меняем меняется окружение как важно принимать и себя и партнера да крутое у тебя осознание после курса так вот и очень важно понять что если мы учимся быть гибкими в отношениях это гибкость должна быть мудрой это не когда нам говорят какие-то гадости или какие-то неприятные вещи а мы мы принимаем это на свой счет и начинаем себя считать плохими нет это не про гибкость или например когда вас унижает кто-то да там партнер например или не знаю свекровь унижает допустим да а вы молчите молчите или агрессируете или пытаетесь оправдываться это не гибкость то есть в основе нашей женской гибкости лежит здоровая адекватная самооценка и понимание вообще себя кто я что я хочу что мне нравится что мне не нравится какие у меня ценности и уже исходя из этих внутренних ценностей из понимания самой себя мы общаемся с другими людьми поэтому девочки самое важное что вы можете сейчас сделать для себя для того чтобы отношения улучшить это взращивать свою самооценку и работать над тем чтобы быть уверены в себе знаете есть такая штука когда мы не уверены в себе мы начинаем цепляться за партнера мы начинаем бояться его потерять мы начинаем вести себя из позиции слабости но когда у нас адекватная самооценка когда самооценка здоровая мы знаем что я классная я хорошая что бы ни случилось у меня всегда все будет классно когда мы мыслим так то партнер это считывает и он хочет быть с нами он идет с нами на контакт он хочет строить с нами отношения он открывается нам он по-другому себя ведет он по-другому нас слышит и слушает и понимает поэтому очень важно для того чтобы отношения были гармоничными важно иметь здоровую адекватную самооценку и это напрямую влияет на нашу погоду в доме когда мы имеем вот эту внутреннюю целостность уверенность в себе девчонки напишите пожалуйста какая у вас самооценка дайте давайте дайте мне напишите количество баллов от нуля до десяти где десять прям здоровая классная самооценка десять это максимум это классно это круто напишите сколько баллов из десяти у вас вы оцениваете сами свою самооценку я прочитаю комментарии так курс погоды в доме настолько продуктивный всем советую обязательно его пройти мышление меняется в корне и отношения со своим партнером меняется в разы в лучшую сторону круто наташенька благодарю тебя за обратную связь о курсе восемь юля пишет супер отлично то есть девчонки очень важно для построения здоровых отношений до отношений семьи семь с половиной круто иметь хорошую адекватную самооценку наша самооценка это основа всего вот что бы вы ни делали в жизни это основа это ваш фундамент когда у вас здоровая самооценка вы не цепляетесь за людей вы чувствуете эту уверенность в себе и вы транслируете из этой уверенности и тогда люди хотят с вами быть тогда люди хотят к вам открываться и хотят вас слышать принимать что-то делать для вас дарить подарки оказывать внимание помогать поддерживать и так далее и так далее то есть наша самооценка она по сути дает нам некий билет такой классный билет чтобы общаться с другими людьми а и наша низкая самооценка она закрывает нам путь для здоровых отношений с другими людьми то есть работать самооценкой это достаточно легко главное каждый день делать те действия которые делают вас увереннее в себе об этом я много раз вам рассказывала каждый день делайте просто что-то что будет давать вам уверенность в себе для кого-то это для кого-то это не знаю попу качать для кого-то это бегать для кого-то это научиться петь для кого-то это ухаживать за собой для кого-то это медитировать и все что угодно вот Анна я как раз сейчас и сказала у кого низкая самооценка я сказала как ее поднять каждый день делать те действия которые вы сами оцениваете что они поднимут вашу самооценку то есть вы прописываете для себя эти действия и делаете их каждый день то есть просто себя спрашиваете а какие действия могли бы поднять мою самооценку от чего я бы стала увереннее в себе прям честно себя спрашивать я например прописала себе такие действия на год вперед, например, одно из таких действий, это научиться делать себе самой макияж, я обучилась этому, я прям почувствовала классно, да, там следующее действие я поставила себе на год вперед, это потихонечку обновить гардероб, вот почему-то для меня лично это важно, для вас возможно это не важно, но для меня это важно, или например, сесть на шпагат, вот у меня такая есть цель на этот год, и это поднимет мою самооценку, это может быть все что угодно, даже более мелкое, там, не знаю, расхламить квартиру, да, навести порядок в квартире, там, например, или не делать генуборку раз в месяц, а вызывать клининговую службу, которая будет вам убирать квартиру за 2000 рублей, а вы этого не делать не будете, но при этом ваша самооценка будет расти, что круто, я могу себе это позволить, я этого достойна, возможно, это ваш вариант, я вам сейчас это просто набрасываю, что это может быть все что угодно, то, что лично вы считаете как подъем самооценки, ну и плюс, конечно же, это 100% работа для тех, у кого низкая самооценка, это работа с детскими травмами, то есть низкая самооценка, она родом из детства, работая с психологом, например, с детскими травмами, прорабатывая эти моменты, вы их закрываете, психолог вам помогает обрести точки опоры, и вы на этих точках опоры поднимаетесь, поднимаетесь и обретаете эту уверенность в себе, у вас начинают расти крылья, это один из путей, который достаточно, не достаточно, а 100% эффективный, потому что я вот со своими клиентами работаю именно так. Сейчас прочитаю комментарии, вижу, что не успела прочитать. Бывает ли завышенная самооценка или же под высокой самооценкой понимается низкая с психозащитами? Да, завышенной самооценки в психологии не бывает, завышенная самооценка это как бы внешне, только такая маска, на самом деле это низкая самооценка, просто там включаются различные, как вы правильно написали, классное слово, психозащиты, какие-то включаются определенные, ну я это называю маски, да, маски, и человек, на человека смотришь и думаешь, у него высокая самооценка, но в корень, когда копаешь в корень, у него низкая самооценка. Так что вы очень круто написали. Муж сказал, что ты такая деловая, самостоятельная, занятая, я понял, что тебе не нужен, и завел любовницу, которая заглядывает в рот. Это что такое вы написали? Я не знаю, это вы про себя написали? Не знаю, что вам ответить, вопроса не содержится в этом тексте, поэтому если вы напишите вопрос, ну всякое бывает, да, муж, любой муж может завести любовницу, но девчонки, вы не поверите. Знаете, я же работаю с женщинами, и большинство женщин заводят себе любовников, они приходят на консультации и рассказывают это, поэтому я, по моей статистике, женщины чаще заводят себе любовников, чем мужчины, а мужчины обычно приходят ко мне на консультации, я тоже, когда просятся, я их принимаю, и они наоборот рассказывают о том, что они хотят любви, настоящей, чистой, красивой, и для них это вообще никак, для них это вообще не подходит, там, любовницы или какие-то штуки такие, им нужна любовь чистая, красивая, поэтому все ситуации очень разные, все очень индивидуально, и нельзя сказать, что мужчины изменяют, а женщины не изменяют, вот сколько я вижу, в основном женщины изменяют, ну, наверное, на самом деле все 50 на 50, и там, и там бывает такое. Ну, ладно, девочки, давайте с вами, мы, вы поняли, да, вот этот момент по поводу гибкости, очень важно по поводу нарцисса с маской, но это немножко тема не нашего эфира, давайте все-таки я вернусь к теме эфира, для того, чтобы мы не тратили время, потому что его и так не так много, вот, если захотите, то, ну, по сторис отвечу, после эфира отвечу в сторис на этот вопрос, либо текстом, либо голосом. Вот, значит, что я вам хотела сказать, я уже забыла, значит, всегда отношения строятся между двумя людьми, и у этих людей, конечно же, разное мировоззрение, как я вам уже сказала, и когда встречаются два человека, конечно же, нам важно, чтобы нас любили, нас ценили, к нам уважительно относились, и партнёру тоже самое важно, поэтому очень важно научиться это делать касательно самой себя, то есть если я хочу, чтобы меня партнёр любил, меня партнёр ценил, уважал, то я это делаю прежде всего сама, к самой себе, то есть я учусь себя любить, себя уважать, да, то есть отвечать за свои слова, отвечать за свои решения, принимать их там, где это необходимо, делать уметь выбор, слышать свои чувства, не обманывать себя, не прикрываться какими-то иллюзиями, быть честной с собой, искренней, то есть отношения, ведь по сути мы входим в отношения, и мы хотим к себе какого-то особого отношения, мы чего-то хотим от партнёра, но для начала мы должны это дать сами себе, если мы это себе даём, то нам будет очень легко это давать партнёру, потому что мы относительно себя это умеем, относительно себя умеем, партнёру даём то же самое, что, соответственно, даём себе, вот и всё, да, то есть отношения, в принципе, это просто, но в чём сложность? Сложность в том, что мы входим в отношения, мы что-то хотим от партнёра, но мы сами себе это не умеем давать, мы хотим от партнёра любви, но сами себя не умеем любить, мы хотим от партнёра, чтобы он нас поддерживал, но сами даже себя не умеем поддержать, то есть если вы хотите здоровых, крепких отношений, где вы понимаете, что к вам нужно относиться так-то, 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 для начала научитесь всё сами это выполнять касательно самой себя, выполняйте касательно самой себя этот момент, и тогда будет очень легко, тогда будет очень легко выполнять это касательно другого человека. Вот этот вопрос, кстати, попал мне прямо в голову по поводу нарцисс, нарциссизм, да, девушка написала, как отличить нарцисса от человека с масками. Смотрите, здесь всё вообще просто, нарцисс это тоже человек с нездоровой самооценкой, низкой самооценкой, то есть нарциссизм есть вообще такое, как бы расстройство личности, нарциссическая, да, и просто у него, вот как раз у него и есть низкая самооценка, то есть поэтому здесь не нужно думать о том, какие у него маски, это всё неважно, просто это человек, у которого низкая самооценка, он в себе не уверен, то есть тот человек, который в себе не уверен, он входит в такую роль нарцисса, вот и всё. Почему-то этот ответ мне прямо сейчас промерцал красной лампочкой. Вот, поэтому здесь, девчонки, когда мы хотим о том, чтобы у нас были какие-то отношения, да, вот у нас была такая классная погода в доме, мы начинаем сами с себя, мы начинаем смотреть на партнёра, смотреть на себя и говорить, что я хочу от партнёра, я хочу от него то-то, 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 прям составьте списочек целый, что вы хотите от партнёра, потом спросите себя, а я сама всё это умею делать касательно самой себя, то есть да, я хочу, чтобы партнёр меня хвалил, например, а я сама себя умею хвалить, или, например, я хочу, как мне моя клиентка сказала, я хочу, чтобы партнёр принимал мои ошибки и мои какие-то оплошности, я у неё спрашиваю, а вы сами умеете принимать свои ошибки и оплошности? Она на меня такая смотрит и говорит, нет, я не умею, у меня, я так не могу, я говорю, так вот вы сами для начала это научитесь делать, делайте сначала относительно самой себя, потом относительно его, научитесь его принимать ошибки и оплошности, и он просто вам будет это всё дело отзеркаливать, вот, поэтому здесь очень такой важный момент, что нужно этому самой учиться и уметь. Да, про языки любви, конечно же, сейчас расскажу. Ну и, конечно, вот ещё один очень важный момент, буквально сегодня я консультировала девушку, с которой мы как раз-таки общались о том, что много, долгое время она пыталась и пытается быть гибкой касательно мужа, у которого много таких, знаете, тиранических моментов есть, и очень, ну, не один месяц я с ней работала, удалось достигнуть очень крутых результатов, вывести её сознание из негатива и так далее. Но момент в том, что муж не меняется, и муж как был тираном, так и остаётся тираном, и более того, он продолжает также обижать, оскорблять, делать те вещи, которые просто недопустимы касательно женщины. И здесь сразу возникает вопрос, нужно ли это терпеть, нужно ли это принимать, нужно ли быть гибкой. Так вот, здесь каждая женщина принимает решение сама, и здесь нужно понимать чётко, а как я сама себя уважаю, ценю и люблю, и почему я допускаю к себе такое отношение. И вот как раз-таки история моей клиентки про то, что она себя не уважает, не ценит. Ну, она пришла ко мне в таком состоянии, конечно, мы сейчас это уже изменили, но тем не менее пришла в том состоянии, когда она себя не уважает, не ценит, сама себя съедает критикой и так далее. И, конечно же, партнёр допускает по отношению к ней вот такие вот неприятные какие-то вещи. И терпеть это или не терпеть, конечно, это её выбор, но нужно всегда адекватно смотреть на то, что происходит в отношениях, и не закрывать глаза на то, когда вас унижают. И учиться вообще как бы понимать, почему я это допускаю, что не даёт мне внутренней возможности сказать партнёру «нет, со мной так нельзя, я так не допускаю, я так не хочу, ты мне делаешь больно». То есть говорить честно, говорить искренне. И когда женщина начинает быть искренней, начинает не цепляться за мужчину и не бояться его потерять, а открывается и говорит «нет, со мной так нельзя, я ценность, я великая ценность, я себя люблю, я не позволяю себе ноги вытирать», то мужчина начинает по-другому на неё смотреть, по-другому реагировать и понимать, что перед ним не какое-то безропотное какое-то создание сидит, а это женщина, которая себя любит, ценит и уважает. Поэтому, девочки, всегда идём из позиции внутренней ценности. Я ценность, и из этого состояния я вещаю. И, конечно, мы общаемся всегда без агрессии, без каких-то манипуляций, без каких-то нападок. То есть мы честно, искренне учимся общаться и говорить, что мы хотим, что мы чувствуем, где нам больно, где нам неприятно. И смотрим, как на это реагирует партнёр, да, смотрим, вообще ему-то важны наши чувства, ему-то вообще вы нужны, да, как человек, как личность. Смотрим, и уже исходя из этого делаем выводы. То есть очень важно вещать, общаться, транслировать из позиции я-ценность, я-есть ценность. И также партнёр такая же ценность, как и вы. Ни меньше, ни выше, ни хуже, ни лучше. Такая же ценность. Он ценность, и вы ценность. Из этой позиции мы общаемся. Девчонки, задавайте вопросы, если у вас есть. А я немножко переключаюсь на следующий вопрос, который задавали заранее девочки. Это вопрос про языки любви. Есть такая тема, которая называется «Языки любви». Гарри Чекман, по-моему, я забыла название книги, много лет назад её читала. Она называется «Пять языков любви». Кто читал эту книжку, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы в комментариях это осталось для всех. Какие существуют пять языков любви? Прямо напишите в комментариях, чтобы все остальные это увидели. Значит, есть пять языков любви. И по мнению автора, у каждого это свои языки любви. И какие-то языки любви могут совпадать, а какие-то языки любви могут не совпадать. Я имею в виду у партнёров. Например, есть такой язык любви, как прикосновение. Есть язык любви, как подарки. Время, проведённое вместе. Помощь и поддержка. То есть, все эти языки любви, они для кого-то, какой-то язык любви более важен, более важен и более приоритетный, чем остальные языки любви. Например, для какой-то женщины очень важно, чтобы ей дарили подарки. Вот если ей не дарят подарки, она начинает чувствовать некий дискомфорт, и у неё возникает вопрос, а меня вообще любят? Да, то есть, вот такой момент возникает. Для кого-то важен такой язык любви, как качественное время. Для кого-то, для многих, наверное, для меня, например, очень важен такой язык любви, как тактильный контакт. Да, то есть, вот важно, чтобы тебя касались, тебя целовали, тебя обнимали, тебе на ушко шептали, тебя по головке гладили, тебе в глаза смотрели и дышали тебе в носик. Ну, то есть, вот эти все вещи тактильные. Вот. И здесь такой момент, что у меня могут быть одни языки любви, а у партнёра могут быть другие языки любви. Ну, их, в принципе, не так много, по мнению автора, их всего пять. Вот. Но суть в том, что, например, у меня одни языки любви, у партнёра другие языки любви. Как понять, какие у меня языки любви? Просто спросить себя, а вот этот язык любви мне нравится? Он мне подходит? Да, вот этот вот. Настюш, ты же сейчас в эфире, сбрось, пожалуйста, эти пять языков любви, чтобы они у всех сохранились в комментариях. Или кто там, девочки из курса, сбросьте, пожалуйста, в нашем чате курса выкладывали эти пять языков любви, сбросьте их, пожалуйста, сюда. Просто скопируйте и вставьте. Так вот, мы сначала диагностируем себя, спрашиваем себя, насколько для меня важны прикосновения. И прямо оценивайте. От нуля до десяти баллов. Вот насколько для меня это важно? От нуля до десяти баллов. Оценили. Например, тема прикосновения, это круто, я люблю прикосновения, но мне, как бы там, например, мне там, ну, хватает там, ну, пять баллов я поставлю на тему прикосновения. Например, подарки, для меня это очень важно. Ну, допустим, я сейчас не про себя, а в принципе, да, то есть это прям очень важно, подарки, я хочу подарки, и вот всегда для я это требую, например, да, какая-то женщина так рассуждает. Она ставит десять баллов. Итак, вы проходитесь по каждому языку любви и прям спрашиваете себя, этот язык любви на сколько я оцениваю, этот на сколько, этот на сколько, этот на сколько. Всё, продиагностировали себя, круто, молодцы, продиагностировали. Дальше что делаем? Берём нашего партнёра. Можно, кстати, его ни о чём не спрашивать, а просто нужно включить наблюдательность и посмотреть, насколько для него важны эти языки любви. То есть если вы с партнёром сколько-то времени живёте, то вы уже знаете, что для него важно. То есть человек каким образом показывает, что ему это важно? Он вам может говорить, что-то ты меня не гладишь, что-то ты меня не обнимаешь, или ты со мной мало времени проводишь, давай посидим, пообщаемся. Или можно сказать, ты меня мало поддерживаешь, мало хвалишь. То есть люди обычно говорят об этих потребностях. Эти потребности, они и есть языки любви. То есть по сути вам нужно просто-напросто слушать внимательно, что говорит вам партнёр, что он хочет от вас. Люди всегда друг другу говорят всё это дело, но только делают это в виде претензий. Обычно говорят, вот ты мне вот это не додаёшь, вот ты мне вот тут вот мало внимания. Это говорит о том, что человек как раз-таки говорит, ты не закрываешь вот эти потребности. А эти потребности есть языки любви. Поэтому вспомните, что вам говорил партнёр за последнее время, да и вообще. Плюс прям возьмите эти языки любви и сами оцените, зная своего партнёра, насколько у него развит каждый язык любви. Ну и дальше, конечно, можно прям пообщаться с партнёром и сказать ему, дорогой, ты знаешь, я хочу улучшить наши отношения, и мне очень важно вот понять, что важно для тебя. Вот у меня вопрос, насколько тебе важны прикосновения в наших отношениях. Ну, давай навскидку от нуля до десяти баллов скажи мне. Он вам скажет, ой, да ничего не буду я тебе говорить, никакие от нуля до десяти баллов, я вообще устал и так далее. Ну, вы ему скажите, ну ладно, хорошо, да, окей, устал, ну, давай просто хотя бы разберём. Вот есть пять языков любви, смотри, какой из них для тебя особенно важен. Вот для тебя что важно? Чтобы я время с тобой больше проводила. Или тебе важно, чтобы я тебя гладила, массажики делала, обнимала. Да, добрый вечер. Или тебе важно, чтобы я, там, не знаю, подарки делала своими руками, тебе, не знаю, там что-то ввязала, ну, к примеру, да, там, или тебе важно, чтобы я тебя похвалила, какими-то словами подбадривала, или поддерживала какими-то советами, в каких-то твоих начинаниях тебе какую-то мудрость давала. То есть вы прям спрашиваете, да, у партнёра, что тебе важно, вы с ним общаетесь, и партнёр вам говорит. Ну, конечно, если вы к нему подойдёте, когда он будет голодный, злой и уставший, возможно, он вам не скажет. В другом случае пообщаться 2-3 минуты на эту тему, он вам, это лёгкие вопросы, он вам скажет, что вот он бы хотел. Таким образом вы узнаете, какие у вашего партнёра языки любви, и какие у вас языки любви. И дальше вы говорите, слушай, дорогой, вот у нас с тобой языки любви, они, ну, как-то вообще не совпадают. Вот для меня, например, важны подарки, и для меня важны время со мной проведённое, да, а для тебя важна поддержка словесная и тактильный контакт, да, то есть у нас вот не совпадают языки любви. Ну, смотри, мы знаем друг друга, да, мы хотим быть вместе. Давай договоримся, что вот ты будешь мой язык любви вот этот вот закрывать так-то так-то, да. Мне важно, чтобы ты, ну, или там тебе важно, да, чтобы я вот тебя как-то гладила, давала тебе тактильный контакт. Окей, я буду тебе давать этот тактильный контакт, вот, осознанно понимая, что для тебя это важно. Там, не знаю, раз в день я буду тебя гладить или там массаж тебе делать, как ты захочешь. А ты закрываешь мою потребность, да, вот мой язык любви, так-то так-то. То есть здесь, девчонки, это тема про то, что мы договариваемся. Мы осознанно договариваемся о том, как мы будем дарить эту любовь и внимание друг другу. Многие в этом случае говорят, да ну нафиг договариваться там с кем-то о чем-то. Ну, давайте так, мы не с кем-то договариваемся, мы договариваемся с нашим мужчиной, который нам дорог, с которым мы хотим отношения. Это первый момент. Второй момент. Мы договариваемся, особенно это нужно делать, если языки любви не совпадают. То есть у вас одни языки любви, у партнера другие языки любви. И мы тогда осознанно договариваемся и говорим, смотри, родной, мне вот это важно в отношениях. А он говорит, а мне вот это важно. И мы говорим, да, классно, у нас разное с тобой, да, разные потребности, но давай мы с тобой найдем компромисс. Ты будешь мне уделять столько-то времени в день, а я тебе буду давать так-то так-то тактильный контакт. Вы знаете, у моего мужа есть тоже такая потребность в похвале, в поддержке. И он мне сказал такую штуку. Он говорит, у меня такая потребность есть, но я хочу, чтобы ты меня не просто поддерживала, я хочу, чтобы ты меня называла по имени. Это меняет кардинально всю картину. И, соответственно, я начала это делать, начала называть его по имени, потому что ему это важно. Хотя мне там как-то нравится родной называть, да, там, милый и так далее. Но вот для него это важно. И здесь очень важно просто пойти на встречу друг к другу и обсудить, что важно каждому партнеру, и как это должно выглядеть, в какой форме вы хотите от партнера получать желаемое, вот эту какую-то поддержку, вот эту какую-то любовь, внимание. Просто вы с партнером это обсуждаете. Девчонки, дайте мне обратную связь в комментариях, а то вы молчите, я уже думаю, там, все ли у вас хорошо, вы меня вообще понимаете, о чем я рассказываю. Так, тут был один комментарий. Так, как простить человека, если обида до глубины души? Ну, опять же, это не тема нашего эфира. Сходить к психологу. Если вы не... Смотрите, девчонки, принцип такой. Если вы... У вас есть обида, и если вы сами не можете ее прожить, ну, вообще, как бы ее, если не можете сами, непонятно, да, не получается, то вы идете к психологу и разбираете это с психологом. Это все очень легко решается. Вот, если не можете сами. Наташа пишет. Да, очень интересно и поучительно. И опять же, откуда берется обида? Обида берется из нашего внутреннего состояния. То есть люди обижаются, когда они не полностью несут ответственность за свою жизнь. Люди обижаются, когда они находятся в детской позиции. Люди обижаются, когда они не понимают других людей, когда у них не настроены отношения. Есть я, есть окружающий мир. Вот эта вот настройка слабая. Тогда происходит обида. Поэтому, если, тем более, до глубины души, возможно, сыграли роль еще какие-то детские травмы, тогда точно нужно к психологу. Так, а если все языки любви нравятся? Круто! Значит, вы универсал. И вообще, ну, это вообще классно. Мне кажется, так и должно быть, по идее, что все языки любви нравятся. А вы их не скопировали, Наташа. Вы их ставьте, пожалуйста, сюда. Книжку читала, с этого ненавязчиво начинаю свидание. Удобно, круто, Аннушка. Конечно, с этой штуки можно ненавязчиво начинать свидание, то есть говорить партнеру, мне вот это нравится, а тебе что нравится, а ты как любишь. То есть вот познавать друг друга. И очень сразу понятно о человеке, да, становится понятно, какой он. Потому что, например, многие мужчины, они, например, как бы, как сказать, они дают женщине свою любовь каким-то конкретным языком любви. И для них это логично и понятно. Вот я это делаю, я ее люблю. А женщина такая сидит и думает, блин, почему он вот этого не делает? Разве он меня не любит? На самом деле мужчина любит, просто у него такой язык любви. И здесь это нужно обсудить. То есть ни в коем случае не обижаться, не закрываться, не уходить в себя, а просто сесть, наоборот, открыто сказать родной, слушай, ты вот это, вот это делаешь, это так классно, это прикольно. Ну, у меня такая нереальная потребность вот в этом, вот в этом. Я не знаю, почему, но я так хочу, чтобы ты вот так ко мне любовь проявлял. Вот прям я хочу этого. Ты мог бы для меня это делать? Он скажет, ну, родная, ну да, я тебя люблю. То есть если человек вас любит, он пойдет с вами на контакт, он скажет, ну, хорошо, если у тебя есть такая потребность, давай. И вы ему говорите, слушай, ну, а ты бы как хотел, да, вот ты, тебе, может быть, тебе не хватает от меня каких-то слов поддержки, восхищения, а то я в голове сижу, восхищаюсь тобой, а тебе ничего не говорю. Может быть, тебе это вслух говорить? Или, может быть, ты хочешь каких-то тактильных больше ощущений? Или чтобы я тебя сопровождала на какие-то мероприятия хочешь? Как ты хочешь, да? Вот что ты хочешь? И вы прямо это говорите, да, то есть прямо проговариваете словами. На самом деле все нужно проговаривать. Очень часто погода в доме у людей портится, потому что они не проговаривают. То есть они не говорят сами то, что они хотят, но при этом говорят партнеру все в виде разных претензий. Суть отношений в том, чтобы честно, открыто говорить все то, что вы хотите и то, что вы чувствуете. Речь не о том, чтобы в ведро негатива налить человеку. Нет, не об этом. Речь о том, чтобы просто честно говорить. Ты знаешь, я чувствую сейчас усталость, я чувствую раздражение, я чувствую, что хочу побыть одна или хочу побыть с тобой. Абсолютно честные отношения. Там даже, по сути, негде будет возникнуть конфликту. Потому что вы честно говорите, вы не скрываете то, что у вас внутри. Честность на честность. Получаются классные отношения. Погода в доме будет шикарная. Да, добрый вечер. Так, если сама открыта, еще ни один не сказал. Ничего не расскажу. Не совсем поняла фразу, если сама открыта. Ну, круто, что вы сами открыты. А, ну, еще ни один не сказал, что не расскажу. Да, что все мужчины... Если женщина открыта, то все мужчины, они, конечно, будут открываться. Вообще, мужчины очень любят открытых, легких женщин, которые ничего... Ну, они не сидят такие, не думают там себе что-то. Они честно говорят, вот, а я вот это мне нравится, а я вот это вот хочу, а я вот это чувствую. Мужчины, у мужчины глаза вот такие сразу. Мужчина сам будет гореть по такой женщине, потому что, потому что вот эта легкость, вот эта вот живость, она подкупает. Потому что все хотят рядом с собой какого партнера? Легкого, приятного, который не будет гундеть негативом, который умеет жить, благодарить жизнь, быть вот на такой вот позитивной, приятной волне. Уже даже первые начинают рассказывать сами, располагая, наверное. Ну, конечно, вы располагаете мужчину к себе, и мужчина вообще сразу смотрит на лицо женщины. И Гарри Чепман, Гарри Чепмен, «Пять языков любви». Она небольшая книжка. Вот, и мужчина смотрит на лицо женщины, и все по глазам, по ее мимике, он уже считывает, что у нее там внутри происходит, насколько она открыта. Потому что, например, часто смотришь на лицо человека, оно все такое жесткое, спазмированное, такой вот взгляд такой, да, мимика, и уже не хочется говорить, уже думаешь, блин, да не, лучше помолчу. Поэтому мы открываемся, и партнер также будет открываться, ему будет интересно. Что-то так девчонки не сбросили эти пять языков любви. Не знаю, почему они не сбросили. Вот, поэтому смотрите, наша задача, даже если эти языки любви не совпадают, не переживайте. Об них нужно договариваться. Просто прям берете и договариваетесь. Конечно, в идеале это делать нужно в начале отношений. Ну вот прям реально в начале отношений, желательно еще на периоде свидания узнавать языки любви. Ну, либо в начале отношений, когда отношения такие живые, сочные, такие прям, не знаю, что-то не видно. У меня в комментариях не видно, Наташа. Вот, то есть, когда отношения такие живые, сочные, вкусные, и вот в этот момент как раз и нужно договариваться о языках любви. Ну вот, написали время, подарки, акты служения, ну, поддержка, да, можно сказать, что это поддержка, похвала и прикосновения. Вот каждый, каждая из вас прямо сейчас может для себя подумать, какие из этих языков любви у вас есть и какие есть у партнера. Какие-то в большей степени вам хотелось бы, чтобы у вас закрывали, какие-то в меньшей степени. Кстати говоря, в разные периоды жизни языки любви могут варьироваться и у партнера, и у вас. Это все нужно обсуждать. Например, в период беременности, в период кормления у женщины языки любви могут меняться, да, например, либо у мужчины могут меняться, когда он, например, развивается в карьере. Ну, вообще, в общем, каждый наши периоды жизни, они требуют определенного объема, определенных языков любви. Например, там, время кормления, когда женщина много времени отдает ребенку, то ей, например, очень могут помочь, может помочь, вот эта поддержка, например, от мужа, может очень помочь, вот эта похвала, когда она уже такая нересурсная, уставшая мамочка, а муж ее хвалит, там, за то, что даже она приготовила этот борщ, может быть, не так, как хотела, не так вкусно, но она это все равно сделала, он ее хвалит, или дарит ей подарки. Ну, опять же, в разные периоды жизни актуальны разные вот эти вот языки любви, и это просто нужно обсуждать, всегда обсуждать, да, то есть партнер вам говорит, ну вот, вот ты вот это вот не сделала, и так далее, а вы ему скажите, не принимайте это сразу как обиду, сразу не вставайте, такой, знаете, в стойку кобры, сейчас я тебя порву, ты тут мне претензию кидаешь, вы ему скажите, слушай, родной, получается, это что тебе важно, чтобы я вот это вот сделала, да, давай вот это, как бы ты мне расскажи, почему тебе это важно, то мне непонятно, я как-то это игнорирую, то есть выходим на контакт и обсуждаем это с партнером, партнер нам даст эту обратную связь, он скажет, слушай, да, мне это важно, чтобы ты так вот так вот делала, и вы уже понимаете, и вот это обсуждение, вот оно уже и как бы зародилось, потому что обычно партнеры что делают, они говорят друг другу что-то, да, вот там, ой, а ты вот это вот не так сделала, и другой партнер, он сразу это воспринимает так, прям штыки, все, сейчас тебя порву, или я сейчас замкнусь, или ты такой вот сам виноватый, да, то есть такая чисто детская позиция, когда мы тут же обижаемся и какую-то такую реакцию нездоровую выбираем, а наша задача не входить в эту позицию, наша задача открыться партнеру, сказать, слушай, получается тебе это важно, а я не понимала, а расскажи, а почему, а зачем, а я так не думала, а я вот так вот чувствую, а мне вот это важно, то есть вы вот на этот контакт выходите, обсуждаете и общаетесь с ним, но опять же, если много вот этих вот детских реакций, вот этих много обид, то это опять же про некие детские моменты, некие детские травмы, когда может быть вас в детстве как-то критиковали, ругали, не хвалили, и вы просто не можете сейчас эту критику адекватно воспринимать, и все идет у вас через обиды, это означает, что тоже нужно поработать с темой критики, с темой принятия себя, все опять же, можно это проработать, опять же, самостоятельно, либо с психологом, так, если мужчина проявляет любовь подарками, то у него язык любви подарки, или может быть другой, ну да, он вам дарит подарки, потому что он вот так вот это чувствует, это видит, это круто, это классно, что это так, это вообще хорошо на самом деле, когда мужчина вкладывается в женщину подарками, я лично хорошо к этому отношусь, и как психолог, и как женщина, и как жена, я хорошо к этому отношусь, опять же, это не означает, что у него один язык любви, это означает, что он вот так проявляет к вам свою любовь, он может еще как-то проявлять, может быть, он вам как-то хвалит вас, как-то время вам много дает, или там еще что-то делает, то есть понаблюдайте, скорее всего, обычно у людей два-три языка любви, ну один, это редко бывает, обычно два-три языка любви, то есть он вот так может к вам проявлять Но у него есть некая потребность, как вы будете проявлять себя к нему. То есть он хочет, чтобы вы касательно него проявляли какие-то языки любви. Вот эта задача у вас – выяснить, как он хочет, чтобы вы проявляли себя к нему, что он хочет от вас получать. То ли он хочет, чтобы вы с ним много времени проводили, то ли он хочет, чтобы вы его хвалили, говорили, родной, я тобой восхищаюсь, какие-то вот эти вещи говорили ему, от которых он просто идёт, и он такой весь герой у него там на коне скачет и так далее. То есть он прям чувствует себя классным мужиком. То есть вам нужно понять, чего он хочет от вас получать. И это закрывать у него потихонечку, давать ему это, осознанно давать, не так, что «мама миа, я должна ему тут эти языки любви как-то вот давать». Да нет, если вы его любите, вам классно, ага, мой любимый мужчина хочет, чтобы я вот так вот ему, вот эти вот языки любви, вот так вот ему это давала. Окей, я его люблю, я даю ему это, потому что хочу. Именно так ему нужно. Это я ему и даю. То есть через эту позицию вы узнаете, что ему нужно от вас, и вы ему это осознанно даёте. При этом вы ему говорите «Родной, мне так нравятся подарки, которые ты мне даришь, это так классно, так круто, вот я и это мне подошло, то, что ты мне подарил, и вот это мне нравится, да, то есть клёво это». Но мне ещё вот хотелось бы, чтобы у нас с тобой было больше тактильного контакта, потому что это для меня вот прям жизненно важно, тактильный контакт. Это прям мой язык любви. То есть вот таким вот образом, таким вот диалогом вы, соответственно, устанавливаете вот это понимание, кому что друг от друга нужно. Так, мы с вами уже сейчас будем заканчивать, у нас уже целый час прошёл. И, кстати говоря, для тех, кто хочет себя ещё как-то проработать, наполниться энергетически, вы можете пройти ко мне в профиль, там в Инстаграме, там есть одна единственная ссылочка, кликнуть по ссылочке, выбрать соцсеть, там Фейсбук, Телеграм и Контакт. И через полчасика к вам придёт волшебная медитация на любовь к внутреннему ребёнку. Это как раз-таки для тех девочек, у которых есть детские травмы, которые не уверены в себе, не принимают себя, у которых обиды и так далее. Вот прям кликайте по ссылочке и 10 минут, вон моя дочурка с улицы пришла, 10 минут медитируйте вместе со мной под мой голос. И ко всему прочему эта медитация вам придёт сегодня, а на днях придёт ещё в подарок вторая медитация от меня на изобилие и привлечение изобилия в свою жизнь. Ну и вообще, если вы выберете себе какую-то соцсеть, то каждую недельку вы будете получать от меня по одной новой медитации. Это просто подарок от меня, абсолютно бесплатно. Один раз в жизни выбираете соцсеть и потом по жизни на каждую неделю получаете от меня такую весточку в виде медитации, которая будет вас поддерживать энергетически, питать каждую недельку. Ну и эти все медитации у вас сохраняются, вы можете всё время меня слушать и наполняться, чтобы ваши личные крылья тоже росли. Круто, девчонки, я рада вашей обратной связи. У вас только один курс или ещё какие-то есть? У меня очень много курсов, Маша вас зовут, у меня очень много курсов, и напишите мне в личку, я вам скажу, какие есть курсы. Последний курс, который вот сейчас завершился сегодня, это курс «Погода в доме», об отношениях. И вот вы видели отзывы девчонок, очень хороший, классный курс, который состоит как раз из трёх вебинаров и 14 аудиозаданий на 10 минут в день. А так, до этого были курсы, одни из самых таких известных, это «Секреты гейши», курс для тех женщин, которые хотят раскрыть свою женственность, сексуальность, принятие себя. Многие девчонки, кстати, которые сейчас есть здесь на вебинаре, на эфире, они проходили «Секреты гейши», это один из самых крутых, популярных моих курсов. И второй курс тоже очень известный, это «Тайны Афродиты». Вот Настюшка пишет, что все курсы волшебные, Настя сама прошла вот эти как раз сегодня, это третий курс «Погода в доме» она проходит, и «Гейша» проходила, и «Тайны Афродиты». И «Тайны Афродиты» это как раз-таки курс про нашу сексуальную, нашу интимную жизнь с партнёром, о том, как принимать партнёра, как проявлять себя при близости, как раскрывать себя, как разрешать себе получать удовольствие и дарить партнёру удовольствие. «Тайны Афродиты» такой очень глубокий курс для тех, кто прям хочет сильно прокачаться, прокачать свою сексуальную жизнь. Ну, это оба курса очень классные, я даже не могу вам сказать, что лучше, они оба просто классные. Спасибо вам, девчонки, за... вот Аннушка проходила курс «Гейши», если я не ошибаюсь. Ну, тут половина людей, которые здесь я вижу, проходили эти курсы. Вот, они действительно очень классные, и я получаю очень много отзывов от мужей. Вот знаете, для меня самое показательное – это отзывы от мужей. Прям девчонки мне пишут в личку, в директ, в WhatsApp пишут. «Мой муж сказал то-то, то-то, что произошло со мной после курса», ну, с этой девушкой. И пишут мне, типа, «Муж сказал передать большой пламенный привет психологу и благодарность». Прям обязательно эту благодарность передать, потому что это очень, ну, классно. Знаете, вот когда я получаю отзывы от мужей, я тогда прям, знаете, я прям понимаю, что моя работа – это не просто так, и я делаю что-то хорошее для женщин. И вот прям очень много мужей дали мне обратную связь, и вплоть до того, что мне даже писали о том, что к женам любовь появилась, начали своих женщин ценить, уважать. То есть мужчины прям пишут, что мы не знаем, что вы делаете на этих курсах, но у меня любовь появилась к жене, я начал на нее смотреть по-другому, она стала для меня ценностью, я захотела ей дарить подарки, и я захотела с ней время проводить, такое было только в начале отношений в медовый месяц. Понимаете, и вот читая такие отзывы, думаешь, блин, мама ми, так все-таки это, вот как работает, даже мужья это чувствуют. Так что, такие вот дела. Так, сейчас прочитаю ваши комментарии, и будем с вами. Так, все курсы очень важнецкие, офигительные, да, меняют жизнь. Да, спасибо, девчонки, что даете обратную связь, кто были на этих курсах. Ну, а я с вами прощаюсь. Смотрите, кстати, в воскресенье в 9 вечера будет очень крутой у меня вебинар, и на него тоже вы сможете попасть. Он будет проходить в вебинарной комнате, и все те, кто подписаны, вот на мою рассылку через инстаграм, через эту ссылочку. Если вы от меня будете получать в медитации, то вы получите приглашение и на этот вебинар. А тема вебинара «Почему у меня нет того, что есть у других людей?» Такая вот интересная тема. Послушайте, да, «Почему у меня нет того, что есть у других людей?» В общем, вебинар будет жаркий, это будет воскресенье, 21 час вечера по Москве в вебинарной комнате. Я вам рекомендую присутствовать лично, потому что это первый мой опыт в моей личной вебинарной комнате. Я не знаю, сохранится вебинар или нет, но будет очень много разных инсайтов, разных, даже, наверное, несколько техник для вас подготовлю. Будет, в общем, интересно и очень полезно. Я люблю, когда очень много пользы, чтобы человек выходил после моего прямого эфира, вебинара, он брал в руки какой-то полезный инструмент и внедрял его в жизнь. Вот, поэтому, чтобы быть в этом вебинаре, вам также нужно пройти по ссылке в моем инстаграме, кликнуть на эту ссылочку, выбрать себе соцсеть. Вы получите сегодня медитацию и получите в воскресенье приглашение на этот вебинар. Ну, если вы уже получаете мои медитации раз в неделю, то тогда вам ничего делать не надо. Приглашение на этот вебинар вам автоматически придет вместе со ссылочкой, вместе с напоминанием. Ну что, девчонки, все, я вас крепко целую. Я очень рада, что курс «Погода в доме» завершился. Я считаю, что он прошел очень успешно, я считаю, что он был очень таким насыщенным. Ну и все, кто хочет присоединиться, точнее не присоединиться, а пройти этот курс, у вас есть такая возможность, пишите в директ, сможете пройти этот курс, там есть ответы на все ваши вопросы. Ну и, конечно же, этот курс изменит ваше мышление, изменит ваше отношение 100%. Даже качество жизни поменяется. Ну все, прощаюсь с вами.